Маленький камешек и большие проблемы Кроссовер – прекрасный автомобиль для дальних поездок Он мощный и быстрый, но экономичный и к тому же очень комфортабельный Ездить в нем – одно удовольствие, особенно если едешь к морю Кроссовер хорошо чувствует себя на разных дорожных покрытиях Даже если дорога ремонтируется Но он так спешит к морю, что забывают соблюдать безопасную дистанцию Как быть? Ехать дальше опасно Из-за трещин плохо видно дорогу А если стекло совсем рассыпется, путешествию конец Ездить без лобового стекла запрещено К тому же вот-вот начнется ливень и вода попадет в салон Кто поможет? Ну, конечно же, Би-Би! Хорошей мастерской Би-Би Машины, как всегда, чисты Ремонт, покраска, красота Би-Би поможет всем всегда Мастерская для машин И ремонт здесь, и бензин И машины вновь в порядке Устранили неполадки Привет, друзья! Ого! Похоже, тебе не повезло Как это случилось? И кроссовер рассказал, что произошло Как он ехал по дороге И камень попал ему в лобовое стекло Ого! Представляю, как ты испугался! Но стекло не разбилось бы на куски В современных авто для защиты водителей и пассажиров Используются так называемые триплексные стекла При ударе они не рассыпаются Кусочки стекла держат вместе слой органического клея Не волнуйся, мы все исправим! Правда, ребят? Сначала аккуратно вытащим поврежденное стекло Теперь нам предстоит подобрать подходящее лобовое стекло Ребята, поможете нам? Отлично! Ну-ка, что тут у нас? Что скажете, ребят? Это окно нам подойдет? Нет? Я тоже так думаю А это... Согласен! Мы же не подводную лодку строим! Хе! Вот именно то, что нам нужно Осталось установить его на место Почти все готово! Кстати, вы помните, что тонировать Или, проще говоря, затемнять лобовые стекла Запрещено правилами Все, что допускается Это солнцезащитная полоса В верхней части стекла Которая защищает глаза водителя От прямых солнечных лучей И бликов автомобильных фар Нам тоже нужно ее установить Ребят, как вы считаете Какая солнцезащитная полоса Нам подойдет? Эта полоса подойдет? Хе-хе! Нет! Мы же знаем Затемнять все стекло нельзя А как насчет этой полосы? Она годится? Уже лучше Но тоже не идеально Ее граница будет проходить Как раз по центру стекла И отвлекать водителя Вот это в самый раз То, что надо Ее и ставим Хе-хе! Ура! Все готово! Теперь можно отправляться в дорогу Только помни про дистанцию, дружок Особенно, если на дороге полно камней Хе-хе! Пока! Благодаря Биби Кроссовер благополучно добрался к морю Он хорошо запомнил, что такое безопасная дистанция И больше не попадал в неприятные ситуации А Биби, как всегда, с радостью помог другу Спасибо тебе, Биби! Как Биби вылечил автобус от чихания У маршрутного автобуса очень ответственная работа Он не просто перевозит пассажиров из пункта А в пункт Б Но должен делать это по графику И так, чтобы пассажиры были в целости и сохранности А для этого автобусу необходимо всегда быть в исправном состоянии Но в дороге случается всякое А пассажиры не любят ждать И тем более не любят опаздывать Что же делать нашему автобусу? Конечно же, ехать к Биби! Привет, дружок! Хо-хо! Будь здоров! Похоже, что-то мешает тебе работать Ты случайно не простыл? И автобус рассказал Биби, как он начал чихать на дороге, то и дело останавливаясь Он с трудом добрался до мастерской Биби, рискуя окончательно заглохнуть Это должно быть очень неприятно Чихать и глохнуть прямо на дороге Представляю, как были недовольны пассажиры Давай-ка посмотрим, что это может быть Хм... Внешне все исправно Но грязновато Давай подключим компьютер и проведем диагностику Так Расход топлива увеличен Двигатель перегревается Мощность упала Все ясно Воздушный фильтр засорился И не дает воздуху поступать в двигатель Оттого он постоянно глохнет и чихает Нужно его заменить Теперь нам нужно выбрать подходящий воздушный фильтр для автобуса Этот фильтр подойдет? Хм... Конечно, нет! Он применяется для очистки воды А этот фильтр? Он точно фильтрует воздух Хоть двигатель и засасывает в себя воздух Но это не пылесос Хе-хе Ну а этот? Это то, что нам нужно Осталось установить его на место Хо! Ну вот и все! Ну-ка, дружок, заведи свой движок Отлично! Уверен, что теперь тебе нужно меньше бензина И двигатель не будет перегреваться Только не забывай вовремя делать техническое обслуживание Кстати, скоро пора менять масло А это еще что? Плохая примета! Плохая примета! Разбитое зеркало заднего вида Может привести к аварии Нужно немедленно его заменить Ну, как зеркало? В нем вполне можно увидеть, что происходит сзади Кстати, водители первых автомобилей Использовали карманное зеркальце, держа его в руке Хе-хе Тогда автомобиль был редкостью И дорожная ситуация позволяла себя так вести Но в наше время это неудобно и опасно Может, этот прибор подойдет? В нем используются зеркала Это перископ Он применяется в подводных лодках Может, это... Ура! Это то, что нужно! Все готово! Теперь можешь отправляться на маршрут Уверен, ты еще успеешь выполнить график! Благодаря Би-Би Наш автобус смог быстро вернуться на маршрут И развести пассажиров по домам Он признателен Би-Би за помощь И крепко запомнил, что все надо делать вовремя А Би-Би всегда готов помочь друзьям Спасибо тебе, Би-Би! Как Би-Би помог эвакуатору Эвакуатор после рабочего дня ехал домой Он сегодня хорошо потрудился И помог многим машинам добраться до мастерских Где им оказали помощь Но тут внезапно начался дождь И одну ямку на дороге залило водой Ее трудно было отличить от обычной лужи Поэтому эвакуатор въехал в нее И повредил колесо Ох, с таким колесом эвакуатор не сможет добраться до дома Нужно ехать в мастерскую к Би-Би И его отремонтировать Хорошей мастерской Би-Би Машины, как всегда, чисты Ремонт, покраска, красота Би-Би поможет всем всегда Мастерская для машин И ремонт здесь, и бензин И машины вновь в порядке Устранили неполадки Тем временем Би-Би наводил порядок в инструментах Он уже практически закончил Осталось найти последний гаечный ключ Би-Би увидел ковыляющий с поломанным колесом эвакуатор И спросил Что случилось с твоим колесом? И эвакуатор рассказал о происшествии О том, как он ехал по дороге И не заметил яму, спрятавшуюся под лужей Би-Би не первый раз сталкивался с такой поломкой И поэтому знал, что нужно делать Не волнуйся Сейчас мы тебя починим Правда, ребят? Хм, но с чего мы начнем? Давайте для начала Поднимем машину на подъемник А теперь нужно снять поломанное колесо Давайте подберем новое колесо Колесо состоит из диска и покрышки Для начала выберем диск и примерим Может быть этот? Нет, это от велосипеда Тогда может быть этот? Нет, это же спиннер Тогда скорее всего этот Он идеально подошел Теперь нужно подобрать покрышку Может это? Нет, это же гусеница от бульдозера Тогда может быть это? Конечно подходит, но как-то великовато Это, наверное, от трактора Тогда скорее всего это Уху! Ремонт окончен! Эвакуатор! Теперь ты как новый! Постарайся быть внимательней на дороге И не въезжать больше в ямы Теперь эвакуатор будет объезжать Все лужи и ямы на дороге Спасибо, Би-Би! Как Би-Би побывал на мойке И увидел, как становятся чистыми Большие машины Трактор ехал домой После тяжелого рабочего дня Он работал на стройке И очень устал сегодня Ведь делать нужно было очень много С самого утра шел сильный дождь И ему пришлось работать в сложных условиях Сначала он на большом прицепе Вывозил землю Которую выкопал экскаватор для котлована Потом трактору поменяли прицеп И он перевозил кирпичи Строящиеся секции дома Вечера у трактора Уж совсем не было сил Он очень хотел добраться до дома И отдыхать Но тут трактор вспомнил Как он недавно заезжал в Би-Би на ремонт Тогда Би-Би его предупреждал Что многие поломки механизмов Случаются из-за того Что за машиной не ухаживают заботливо И внимательно Не моют ее вовремя Если она сильно запачкалась Трактор попросил рабочих на стройке Чтобы ему помогли смыть грязь Но струя воды была такой слабой Что толку от мытья не было никакого Делать нечего Трактор и вздохнул И поехал на мойку Хорошей мастерской Би-Би Машины как всегда чисты Ремонт, покраска, красота Би-Би поможет всем всегда Мастерская для машин И ремонт здесь, и бензин И машины вновь в порядке Устранили неполадки В это же самое время Би-Би закончил работу в своей мастерской И отправился домой Дорога домой пролегала возле автомойки Би-Би увидел трактор Решил подойти и выяснить, как дела Привет, как ты? Судя по внешнему виду У тебя был нелегкий денек И трактор рассказал Би-Би О сегодняшнем дне О том, как сначала ему пришлось перевозить землю А потом кирпичи И все это по размытой дождем дороге Би-Би внимательно выслушал его И похвалил Молодец, что ты не забыл мой совет И едешь сейчас на мойку Би-Би решил тоже отправиться на мойку И посмотреть, как трактор будут приводить в порядок Сначала сильной струей воды Смыли грязь и налипшие комья земли С колес трактора Трактор проехал дальше И включился аппарат, подающий воду снизу Для того, чтобы помыть самую грязную часть Днище трактора В следующем отсеке Струи воды попадали на кабину трактора С боков и сверху После того, как основная грязь была смыта Специальными щетками на кабину нанесли Моющие средства Трактор окутало целое облако пены А потом, когда пену смыли Трактор стал сиять, как новенький Ему даже стало легче Как будто с него сняли дополнительный груз Как здорово! Я первый раз наблюдал, как моют такие большие машины Смотри, какой ты теперь красивый и чистый! Трактор попрощался с Би-Би и поехал домой Теперь трактор понял, что Би-Би был прав, когда говорил Что обязательно нужно вовремя смывать всю грязь с машины Спасибо за совет, Би-Би! Как Би-Би помог внедорожнику стать монстр-траком Однажды обычный внедорожник ехал домой Когда он поднимался в гору Произошел один неприятный случай В горах иногда случаются обвалы Хорошо, что внедорожник в этот момент был далеко Он хотел было проехать через обвал Однако не смог Такими темпами внедорожник никогда не доберется до дома Нужно ехать в мастерскую к Би-Би И сделать тюнинг Хорошей мастерской Би-Би Машины, как всегда, чисты Ремонт, покраска, красота Би-Би поможет всем всегда Мастерская для машин И ремонт здесь, и бензин И машины вновь в порядке Устранили неполадки В это время Би-Би закончил ремонтировать очередную машину И уже собирался сделать небольшой перерыв Би-Би не увидел никаких повреждений на внедорожнике Поэтому спросил Что случилось? Внедорожник рассказал о происшествии О том, как он ехал по дороге О том, как произошел обвал И о том, что теперь внедорожник не может добраться до собственного дома Би-Би быстро нашел подходящее решение Не волнуйся, эта проблема легко решается Давай сделаем из тебя монстр-трак Тогда переехать через камни для тебя не составит труда Хм, но с чего мы начнем? Давайте для начала поднимем машину на подъемник Начнем с замены колес Для начала снимем старые Давайте теперь подберем новые колеса Они должны быть большими Чтобы внедорожник мог переехать через любые сложные препятствия У меня есть несколько вариантов колес Давайте выберем те, которые лучше подойдут Может быть, это? Нет, оно очень маленькое и даже без покрышки Тогда, может быть, это? Нет, мы же только что сняли такие же колеса Тогда, наверное, вот такие Они идеально подойдут Теперь нужно подобрать мощный двигатель Тот двигатель, который стоял раньше Не сможет раскрутить новые колеса Хе-хе Может, этот? Хе-хе Нет, это же аккумулятор Тогда, может быть, этот? Нет, это генератор Он тоже не подходит Тогда вот так Вау! Тюнинг окончен Теперь внедорожник не отличить от монстр-трака Внедорожник поблагодарил Биби И поехал домой Удачи! Внедорожник быстро переехал через обвалившиеся камни И успешно добрался до дома Спасибо, Биби! Как Биби побывал на автомобильном заводе Биби очень давно хотел посмотреть Как на заводе собирают машины И вот нашел свободное время И смог пронаблюдать этот процесс самостоятельно Давайте и мы заглянем на автозавод вместе с ним Хорошей мастерской Биби Машины, как всегда, чисты Ремонт, покраска, красота Биби поможет всем всегда Мастерская для машин И ремонт здесь, и бензин И машины вновь в порядке Устранили неполадки На заводе всегда очень шумно Тут работает множество роботов, станков и других механизмов Поэтому нужно надеть специальные наушники Чтобы не испортить слух Хе-хе Производство машины начинается с рамы Это очень важный элемент машины На нее крепятся все важные агрегаты автомобиля Двигатель Трансмиссия Подвеска И рулевое управление Затем устанавливается кузов машины Кузов предназначен для размещения водителя и пассажиров После этого к машине подсоединяют колеса Без колес машина не может ездить Хе-хе Но вдруг стало как-то тихо Все механизмы замерли Ничего не понимаю Ведь только что все работало И тут Би-би заметил Что главный кабель питания отсоединился Возможно, крепление ослабло И кабель выскользнул Надо срочно что-то делать Ведь из-за оборванных проводков не поступает ток И роботы не могут собирать машины Хорошо, что я захватил с собой инструменты Так Для начала необходимо отключить подачу тока в этот цех Но как это сделать? Хм Может быть этот? Нет Этим краном пользуются в случае пожара Или этот? Хе-хе Нет Это газовая труба Тогда может этот? Да Это рубильник, который отключает электричество Ну вот Электричество отключили Теперь можно безопасно вернуть главный кабель на место Мне нужно подобрать правильный инструмент Для того, чтобы это сделать Может быть гаечный ключ подойдет? Нет Им закручивают гайки и болты Тогда может этот инструмент? Хе-хе Нет Это кусачки Они предназначены для откусывания проводов Тогда может этот? Да Это отвертка Она подходит, чтобы закрутить этот винт Готово Можно включать электричество Потом Биби продолжил свою экскурсию В собранный кузов помещаются сиденья На них будут сидеть водитель и пассажиры Затем в машине устанавливают двери Чего не хватает нашему автомобилю? Правильно Стекол На этом этапе сборки устанавливаются лобовое, боковые и заднее стекло Теперь приходит время капота и багажника Остаются небольшие мелочи Фары и зеркала Супер! Вдоволь насмотревшись на то, как роботы собирают автомобили Биби уехал обратно в свою автомастерскую Спасибо за интересную экскурсию, Биби! Как Биби сделал фургончик с мороженым гораздо счастливее Смотрите, это фургончик с мороженым! Только он почему-то совсем-совсем грустный Он ездит по улицам, но никто не обращает на него внимания Никто не покупает у него мороженое А ведь это так приятно, когда с громким смехом дети бегут к тебе за мороженым Не переживай, фургончик Кажется, тебе надо обратиться в мастерскую Биби Он обязательно что-нибудь придумает В хорошей мастерской Биби Машины, как всегда, чисты Ремонт, покраска, красота Биби поможет всем всегда Мастерская для машин И ремонт здесь, и бензин И машины вновь в порядке Устранили неполадки Сегодня у Биби отличный день Он уже отремонтировал несколько машин А это всегда поднимает ему настроение О, почему ты такой грустный? У тебя какие-то неполадки? Фургончик рассказал Биби О том, как он любит радовать малышей Но уже давно у него ничего не выходит Его мало кто замечает К тому же у него появился конкурент Новый и блестящий фургончик Его слышно и видно издалека Как только он появляется Все бегут к нему на перегонки Не переживай Мы обязательно поможем тебе Ты снова будешь приносить радость детям С чего бы нам начать, ребят? Хм... Давайте для начала Сделаем этот фургончик Ярким и заметным Давайте перекрасим его В красный цвет Угу Отлично Теперь мы отполируем тебя Чтобы ты блестел А теперь мы тебя украсим Мне нравятся цветы Хе-хе Это же не лавка цветника Тогда может быть это? Он веселый Нет Это ни к чему Это фургончик с мороженым Тогда нужен вот этот Хе-хе Супер Конечно Теперь тебя будет видно Издалека Теперь нужно Чтобы тебя было Слышно Отовсюду Может это? Нет Это только всех распугает Тогда может быть это? Возможно Но вряд ли его будет слышно Издалека Восстание Тогда эти Да Они нам подходят Теперь осталось добавить Яркие детали Ну вот и все Теперь ты выглядишь Совсем по-другому Только у меня есть Небольшая просьба Улыбайся чаще Детям это так нравится После посещения мастерской Наш фургончик стал пользоваться бешеной популярностью Где бы он не появлялся, детишки бежали к нему Его везде и всегда были рады увидеть И это все благодаря Би-Би Ребят, вы уже подписаны на мой канал? Если нет, то жмите кнопку подписаться И мы будем в одной команде Надо торопиться, ведь вас ждут новые серии увлекательных мультфильмов Ставьте лайк и продолжайте смотреть и веселиться Субтитры сделал DimaTorzok